Привет, друзья, Алексей, вы на связи. Следующий репортаж из Филиппин. Последние новости. Сибу закрывает свои границы на 30 дней против угрозы вируса. Сибу – это в данном случае провинция. Провинция Сибу, которая стоит из острова Сибу, еще несколько прилегающих островов, закрывается. Во вторник провинция Сибу закроет свою границу с остальной частью страны, за исключением доставки грузов на 30 дней в попытке предотвратить распространение COVID-19, заявил ее губернатор в понедельник. В исполнительном приказе, подписанном на выходных, губернатор Сибу Гвендолин Гарсия запретил въезд путешественникам из всех внутренних аэропортов и морских портов, начинает со вторника. То есть в провинцию Сибу невозможно будет въехать, но вот буквально вот с сегодняшнего дня уже нельзя. Пассажиры из Манилы, города Думагетти, международного аэропорта Кларка, города Легаси и города Кагаян-де-Ора были забанены раньше. То есть еще раньше это все уже начало ограниться. То есть, видите, Филиппины, они распадаются на независимые острова, и каждый остров пытается защититься. Естественно, просто никто не хочет проблем, поэтому старается защититься от свою... каждый защищает свою провинцию. Гарсия сказал, что провинция ожидала полетов, которые будут перенаправлены в Сибу в пульсе месячного карантина на метро Манилы. Мы ожидали этого, короче, вот это все, они говорят, что да, это ожидал. Иностранцы, которые прибывают на международной рейсе, будут подвергнуты 14-дневному карантину, в то время как филиппинцам и обладателям визы постоянных жителей будет рекомендовано для домашних карантин. То есть, видите, немножко противоречивые они, они говорят, с одной стороны они закрывают, с другой стороны будут 14-дневный карантин. То есть, если 14-дневный карантин, то это означает, что можно въехать, но будете 14-ти дней по карантину. Вот. Так что немножко противоречивое такое, но, в общем-то, чтобы не рисковать, я думаю, лучше готовиться к тому, что этого просто закрыто для нас. По факту это закрыто. В провинции также введен, как я напоминаю, в провинции также введен комендантский час с 10 часов вечера до 5 часов утра, в то время как торговые центры, рестораны и бары были закрыты к 9 часов вечера, согласно официальной странице местного правительства Facebook. По состоянию на утро понедельника, то есть вчерашнего дня, контрольно-пропускные пункты, где путешественники подвергались тепловым проверкам, были установлены в нескольких частях провинции Бисая. Полицейские, военные, чиновники отмечали автомобили, общественно-транспортные средства, в то время как медицинский персонал измерял температуру. То есть они отмечали, сейчас немножко перевод, это останавливали машины и средства, в то время как персонал измерял температуру людей, направляющихся в город Сибу. Те с температурой выше 37,5 градусов по Сельсию были направлены в больницы для дальнейшего обследования. То есть вот достаточно небольшое превышение температуры, а нет, достаточно большое, 37,5. То есть если 37,5, это уже завышенная температура у них. И я могу сказать чисто, что вот у нас на Панлау тоже введен, сегодня мы получили такое распоряжение о том, что мы должны измерять у наших жителей, и те, кто у нас гости, и те, кто у нас работают, температуру два раза в день. Так что, ну, все у нас, кто сейчас есть, они знают, уже сами понимают это, ну и два раза в день мы отправляем, вот подумайте только о такой серьезности. Это именно на Панлау, город Панлау. Город Панлау, мэр этого города издал такую директиву, вот все должны это отмечать. Вот такие у нас на сегодня. И следующая новость, я думаю, последняя новость, ну, достаточно тоже важная, интересная. Дутерти помещает Лузон в усиленный карантин, общественный карантин, чтобы бороться с инфекцией. То есть целый остров, именно президент, остров Лузон, это остров, где столица Филиппин, Манила. Президент Родриго Дутерти объявил в понедельник о поселении карантина населения в Лусоне, поскольку правительство стремилось остановить быстрые распространяющиеся новые заболевания коронавирусом. Усиленный общественный карантин означает, что, сейчас как раз вот узнаем, что транспортировка будет приостановлена, будет обеспечено регулирование снабжения, продовольствием и основными медицинскими услугами. Это может означать, между прочим, и распределение типа карточной системы, а также будет обеспечено усиленное присутствие персонала в форме, форменного персонала для обеспечения соблюдения карантинных процедур. То есть будет некоторые, грубо говоря, отрываются войска или какая-то полицейская структура. Президент объявил о новой директиве после встречи с правительственной и целевой группой, возглавляющей ответные меры страны по вспышку вируса. И всего через два дня после того, как регион национальной столицы был помещен в общественный карантин. Видите, столица Манила была помещена в общественный карантин, и теперь полностью весь остров. Ну, в общем-то, ну что ж, так и правильно. То есть здесь пресс-секретарь Дутерте Сальвадор Панело ранее заявил, что он и министр внутренних дел Эдуардо Аньо является одним из чиновников, которые призвали к полной блокировке метро Манилы, так как органы здравоохранения подтверждают все больше случаев заболевания. Да, случаи растут просто. Ну, еще немного, но они реально растут. Это вопрос национального, это цитата, прямая речь. Это вопрос национального выживания. Мы должны смириться с этим фактом. Это вопрос жизни и смерти. Единственный способ остановить это – помочь нам самим, сказал Панело во время брифинга во дворце. В понедельник сотни людей в метрополии Манилы столкнулись с общественными карантинными проблемами. От тесноты транспортных средств общего пользования, то есть проблемы с средствами общего пользования, с публичным общественным транспортом, пользования до проблем с контрольно-пропускными пунктами, потому что на границе с Манилой поставлены контрольно-пропускные пункты, никого не пускать, за исключением только по документам, и нужно доказать, что ты там работаешь в городе. Это первый день рабочей недели, когда правительство приняло меры. Ну, другие новости я знаю, просмотрел, читать их не буду, потому что ихняя суть, что там, ну, большие проблемы. То есть люди ждут, пробки как-то, все, оно стало тяжело. Вот, несколько, так, может быть, саркастически. Какое специальное дистанциирование? Дистанциирование – это просто они сказали, что они будут в транспорте распределять людей так, чтобы они друг от друга подальше находились. Пассажиры в забитых автобусах и джипах в первый день рабочей недели. Ну, если можно представить, конечно, хотели они как-то рассадить людей, но говорили, но, в общем-то, все забито получением. Все забито. По состоянию на воскресенье в стране 140 случаев заболеваний, 12 смертельных. В то же время в других регионах за пределами метро Манилы были объявлены карантинные меры для продолжения распространения инфекции. Ну, вот, вот то, что мы только что, я зачитал по поводу Сибу. Город Катабату и родной город президента Тудерты, город Давау, были помещены в карантин для предотвращения. Провинции Сибу и западный Негрос также закрыли свои границы. Видите, все больше островов закрывают свои границы. Провинция Сибу, западный Негрос, Негрос-Ориент, да, Оксидентал или Ориентал, вот такие острова, большие, 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 реально острова, закрыли свои границы от остальной части страны на 30 дней. Пока ограничения на 30 дней. Так, две деревни были. Вот такие, в общем-то, новости. Ну, вот пока что то, что мы имеем на данный момент. Мой сайт mangopadlau.com. Алексей был до связи. И, друзья, еще самая последняя новость. Во-первых, один филиппинец выздоровел от вируса. Вот прямо его здесь показывают. И правительство запускает план на 27 миллиардов песо расходов на помощь тем, кто попал в эпидемию. Метро Манила. Экономическая группа правительства подготовила план расходов на 27,1 миллиардов песо для всех, кто пострадал от пандемии коронавируса. Поскольку в Лусоне проводится общественный усиленный карантин, вы знаете, что целый остров Лусон, которого население 57 миллионов человек полностью на карантине. Там комендантский час, карантин и так далее. По указанию президента Дутерти, правительство предоставит целевые прямые программы, гарантирующие, что выгоды пойдут нашим работникам и другим пострадавшим секторам. У нас достаточно, но ограниченные ресурсы, поэтому наша задача в том, чтобы обеспечить наличие достаточных средств для программ, направленных на смещение неблагоприятного воздействия коронавируса на нашу экономику, заявил секретарь Департамента финансов Карлос Домингес. В своем заявлении Департамент финансов говорит, что было выделено 3,1 миллиарда, чтобы купить больше наборов для тестирования на коронавирус. Средства поступили от Филиппинской корпорации развлечений и игр, Филиппинского благотворительной лотереи и Гранта Азиатского банка развития. Кроме того, 14 миллиардов было выделено на развитие туристической индустрии. Это интересно, что это такое. 3 миллиарда фунтов, извините, не фунтов, 3 миллиарда веса на программы стипендии управления по техническому образованию и развитию навыков для перемещения работников. Ну, наверное, это, там студенты не могут учиться, им нужна помощь. 2,8 миллиарда для фермеров, 2 миллиарда Департамента труда и занятости для перемещенных работников. 1 миллиардов было выделено 1,2 миллиарда. То есть сейчас вы знаете, что многие филиппинцы работают за рубежом, и они не смогли выехать, либо должны были бы срочно приехать, потеряя работу, им некоторые субсидии выделяются. На пособие по безработице системы национального 1-2 миллиарда для системы социального обеспечения. И 1 миллиардов от Министерства торговли и промышленности для финансирования малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Система страхования государственных услуг также предоставит кредитную программу для государственных служащих. Средства от предоставленных и контролируемых корпораций будут также использованы для авиакомпаний и индустрии туризма. Более того, государственные экономические менеджеры также заявили, что вирус не сильно повлияет на ключевые программы правительства. Секретарь департамента бюджета и управления Вендель Ависаду заверил, что инфраструктурные программы в рамках программы сборка-сборка-сборка все еще продолжаются. Закупка необходимого оборудования идет, продолжается. То есть все программы правительства, в общем-то, они поддерживают и будут все хорошо делать. Меня беспокоит, честно говоря, больше Россия, потому что по некоторым данным, правда неофициальным, правительство России замалчивает реальную количество и угрозу количество пострадавших, количество больных и то, что и на России на самом деле будет очень жесткая ситуация. По неофициальным данным, плохо могут Министерство здравоохранения России не подготовлено. Но это я от себя уже говорю, поэтому и для того, чтобы, потому что правительство боится паники, Министерство здравоохранения готово вести карантин и так далее. Но это неофициальные данные, а правительство боится паники. И, ну, в общем-то, реакции правительства Филиппин мне нравятся, достаточно уверенные, они прямо четко действуют, без всяких вот этих, как бы там, мы боимся паники, что о нас подумают, надо и надо. И, в общем-то, пока что правительство Филиппин, вот по новостям, оно, ну, как бы, вот, как бы все правильно действует. Все правильно действует. Министерство сельского хозяйства Уильяма Дарр, с другой стороны, примет меры по обеспечению продовольствием, устойчивому обеспечению продовольствием, чтобы обеспечить доступ к безопасным, доступным по цене продуктам питания первоначально для жителей метро Манилы. Вот, и про финансы. Губернатор Центрального банка Филиппин Бенджамин Диокно заверил, что экономика страны в этом году еще может расти. И, ну вот, пока что, ну, если это можно сказать хорошими новостями, то вот такие, по крайней мере, несколько позитивов. По крайней мере, правительство, что мне нравится, оно достаточно уверенно, и люди понимают, и, в общем-то, все делает, в общем-то, правильно. И, наверное, последняя новость, она уже, сенатор заболел. Метро Манила, лидер большинства в Сенате Хуан Мигель, Зубирий, объявил в понедельник, что у него положительный результат на COVID-19. У меня был тест в пятницу, тест вышел сегодня, секретарь Дуки позвонил мне с душераздирающими новостями по закону. У меня есть, сказал Зубирий, Зубирий сказал, что у него нет симптомов, и в настоящее время он находится в изоляции в своем доме. Он добавил, что принял все необходимые меры предосторожности, но все же заразился вирусом, вероятно, от какого-то из Сената. Вот это плохие новости, потому что, видите, начинает болеть правительство, и это нехорошо. Что еще от себя добавлю, что вот пришли были несколько комментариев, делались про Израиль, о том, что некоторые заражались, непонятно были откуда, и потом оказалось деньги, обычные наличные деньги. Поэтому, я думаю, то ли перчатки, может быть, носить, то есть надо стараться избегать, потому что это действительно, вы можете ни с кем не контактировать, а деньги-то ходят, циркулируют. Поэтому старайтесь, наверное, переходить на какие-то безналичные расчеты, если возможно. Это не шутка, это не шутка, вирус, вирус, так, сказал он, ну вот, этот вирус опасен. Он сказал, что через 10 дней его еще раз обследуй, чтобы выяснить, избавился ли он от вирусного заболевания. Но симптомов нету, то есть, может быть, все будет хорошо. Да, то есть, вот такие некоторые контакты. Сенатор Шервин Гатчалян был первым, кто объявил, что подтвердится самокарактер. Видите, некоторые сенаторы, очень честно, они видят, они тут же изолируются, подвергаются. Видите, то есть, достаточно серьезная ситуация, если даже члены правительства, которые, в общем-то, ну, не так прямо ходят по базарам и так далее, и так далее, они заболевают. И вот еще несколько сенаторов других, президент Сената, Ральф Ректо и так далее, и так далее, и идет пересечение, которые были помещены на карантин. На сегодняшний день, последняя сводка, на сегодняшний день на Филиппинах зарегистрировано 142 пациента, 12 погибли. По данной Всемирной организации здравоохранения, во всем мире вирус заразил 153 517 человек и убил 5735. И вот сегодня я считал новость, что 3 человека на Филиппинах выздоровело. Ну, я думаю, это все. Алексей Бумангопанлау.ком. Всем привет!